Добро пожаловать в Подмосковье. В Видновском историко-культурном центре состоялась встреча представителя управления туризма Министерства культуры Московской области с работниками туристической индустрии Ленинского района. Руководители музеев, отелей, парков и других специализированных заведений познакомились с планами и основными трендами развития туризма в регионе и о том, какую поддержку оказывает государство предприятиям, занятым в этой сфере. В ходе встречи начальник управления туризма Министерства культуры Московской области Юлия Витошкина рассказала о концепции развития этой отрасли в Подмосковье. Для увеличения туристического потока в Министерстве культуры и правительстве Московской области делаются очень большие шаги. То есть мы сегодня уже напекли столько пирогов, которые нужно продавать. Уже пора не печь новые, а продавать то, что имеется. Поэтому очень много делается и в части продвижения уже тех продуктов, которые есть, а также именно еще и проведение событийных мероприятий различных и проектов, которые связаны с благоустройством городов, для того, чтобы туристы приезжали, им было здесь комфортно. В настоящий момент планируется реализовывать ряд программ, предназначенных для стимулирования туризма. Здесь и меры, направленные на удешевление проезда и проживания для путешественников с одной стороны, и предоставление льгот и субсидий для участников рынка с другой. При этом основной упор в Подмосковье делается на развитие внутреннего туризма. Люди, которые живут в соседних городах, не знают о том, что происходит у соседей. И вот задача здесь наша, даже может быть, показать самим москвичам и Подмосковью, что вообще, какими мы ресурсами обладаем. Вот это важная задача. Поэтому, если мы начнем с себя, с Рафана радио никто не отменял. Если мы говорим о том, что мы где-то были, мы расскажем об этом всем, и люди поедут. Кроме того, с 2019 года планируется масштабная классификация отелей по уровню комфорта. В соответствии с принадлежностью к той или иной категории, заведению присваивается определенное количество звезд, на которые ориентируются постояльцы при выборе места проживания. Стоит отметить, что в настоящий момент единой мировой и общепризнанной классификации в области стандартов гостиниц не существует. А потому именно этот вопрос вызвал живой интерес у участников встречи. Продолжение следует...